МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, Андрей Александрович. Добрый вечер. Итак, подведем итоги. Действительно, впервые за долгие годы рязанская команда вышла в плей-офф высшей хоккейной лиги. Причем не просто вышла, а выиграла в плей-офф хотя бы один матч. Это наивысшее достижение рязанского хоккей, по-моему, за всю его историю. Ну, может быть, не на высшее достижение, но тем не менее мы всегда реагируем, прежде всего, на нашего болельщика. И болельщик сам определяет, насколько хорошо или плохо играет команда. Мы увидели по завершению сезона, что даже с учетом того, что мы проиграли тот крайний матч, но болельщик встал, скандировал, аплодировал, молодцы. И в дальнейшем мы тоже с болельщиками общались. Они говорят, мы еще никогда в Рязани не видели такого хоккея. Ну, на самом деле, я вот тоже могу сказать, что с 90-х годов не ходил на хоккей. И тут пришел и просто поражен. Действительно, это шоу, это незабываемая атмосфера, это великолепная группа поддержки, это барабанный бой, это постоянное скандирование. Действительно, здорово. Сезон получился отменный. Да, очень даже. Ну, это огромное спасибо, прежде всего, конечно же, нашим болельщикам. Они молодцы. Они, когда увидели игру, они откликнулись, они болеют всей душой, естественно. Те даже, которые у нас покинули нашу ледовую арену, то они, наш болельщик вернулся. Знаете, есть такое понятие ОБС. Одна бабка сказала. И когда болельщики стали передавать, что команда заиграла, было заметно, как с каждой игрой все больше и больше становилось болельщиков. И мы увидели в итоге полную, полную нашу ледовую арену, когда вставали болельщики, скандировали, аплодировали, переживали всей душой. И, конечно же, наш болельщик надеется на следующий сезон. Но еще в этом сезоне наши болельщики увидели немножко шоу. Это действительно так. Огромное спасибо Крымову Александру Александровичу, который предоставил нас в рамках нашего сотрудничества своих знаменитых барабанщиц, которые вышли на лед и на первом матче плей-офф они показали красивую игру на барабанах. Это спасибо нашей группе поддержки, девчонкам, которые все матчи у нас поддерживали. Ну и, в принципе, мы постарались все сделать по-новому в этом сезоне. Добавить яркости, добавить впечатлений у нашего болельщика, прежде всего, и зарядить наших игроков. Ну, если говорить о спортивной составляющей, то, наверное, успех во многом связан с тем, что вам удалось провести переговоры с владельцами Ярославского локомотива, команды КХЛ, знаменитая команда. И в Рязань приехали, скажем так, дублеры локомотива, но очень-очень такие сильные дублеры. И благодаря вот этому сотрудничеству игра команды действительно преобразилась, потому что какая бы ни была шикарная группа поддержки, какие бы красивые ни были девчонки-барабанщицы, если бы команда не играла, зритель бы все равно не пошел. Согласен полностью. Но я уже об этом и говорил, что задача стояла собрать две трети команды молодой, именно, и одну треть оставить ветеранов, которые смогли бы поддержать, научить молодых игроков с прицелом на будущее. Болельщик любит все равно постоянного игрока. Кто-то им понравился, и они за него цепляются, они его обсуждают, они говорят о нем. И вот наша задача, в том числе одна из задач, это оставить костяк команды, который хорошо играл на следующий сезон. Ну и, конечно же, нельзя сказать о том, что мы от этого сотрудничества еще и получили финансовую выгоду. Порядка 15 миллионов где-то мы сэкономили средств, потому что зарплату они получали в Ярославле, ребята, это первый момент. И второй момент, в рамках этого сотрудничества наши спонсоры больше нам давали денег, и порядка 11 миллионов мы привлекли еще вне бюджетных средств на выплату как раз премиальных, которые у нас не заложены были в основном бюджете нашей команды. Мы привлекли эти средства за счет яркой игры, сотрудничества вот этого с локомотивом. Поэтому все это надо учитывать в совокупности. Ну, на самом деле, я вот сейчас вспомнил, что я был на хоккее последний раз в 90-х годах. Вот в 90-х годах играла совершенно точно рязанская пятерка одна. И я помню вот тройку нападений. Это Милов, Барсуков, Герасимов. И люди ходили на эту тройку. Мы сейчас пока не можем похвастаться большим количеством рязанских хоккеистов, но, насколько я понимаю, у них беда начала. И та инфраструктура, которая появилась у Ледового дворца, спортшкола позволяет надеяться, что вот уже в ближайшие годы в хоккейном клубе «Рязань» будут играть рязанцы. Совершенно верно. Мы, по крайней мере, сейчас все для этого делаем. И Татьяна Евгеньевна Пыженко, министр спорта, с Владиславом Фроловым занимаются в том числе укрепление мат-базы нашей дюж детской школы. И мы уже присматриваемся к некоторым игрокам, которые уже себя зарекомендовали как-то либо в дюж, либо в юниорке. У нас юниорк сейчас играет, кстати, входит в число призеров. Я надеюсь, нам это удастся. Хотя поддавливают, и не совсем честная там игра идет. Но это отдельно. Мы с Федерацией хоккей России будем разговаривать. Потому что вставляют против юниоров молодежку. Соответственно, ребята там давят. Ну и наша молодежка, где сейчас уже играют наши рязанцы. Молния. Молния, совершенно верно. Из которой игроков мы уже сейчас есть претенденты, наши рязанцы, которых мы планируем в основной состав. Но это произойдет минимум в следующем сезоне. Максимум через два года, естественно. То есть, когда ребята по взрослым всем своим параметрам будут подходить. Но мы занимаемся как раз этим вопросом. Это самый главный вопрос для нас сейчас. Взрастить наших хоккеистов. Андрей Александрович, ну и еще об одном не могу сегодня просто не упомянуть. Это в контексте итогов этого сезона. Это успех рязанских хоккеистов на Универсиаде. Главный тренер нашего хоккейного клуба был главным тренером сборной. В сборной было большое количество хоккеистов в ХК Рязань. Ну и вы возглавляли хоккейную делегацию страны. Действительно колоссальный успех рязанского хоккея. Да и не только рязанского, но и всеми это было отмечено. В том числе, самое главное, первым лицом государства, нашим президентом. То, что ребята добились больших успехов. Молодцы. Максимально, конечно же, там старался сделать все, что надо для того, чтобы наша сборная победила. Но первое, конечно же, это комплектование. Процесс комплектования шел достаточно сложно, так как перед плей-оффом клубы не хотели отдавать игроков, своих, тем более самых таких ярких игроков. Но пошли на уступки. Огромное спасибо им за это, потому что команда собралась сильная. Плюсом, надо сказать, отдать должное нашему ветерану, губернатору Виктору Михайловичу, который помог с комплектованием команды, с переговорами с командами. Ну, многие вопросы были сняты, так как он профессионал в этом деле. Хотел бы, ни разу не говорил на камеру по телевизору, не благодарил Печникова Ивана, который сейчас возглавляет у нас клуб. Он молодец, тоже подошел очень четко к этому моменту и вместе с нашим тренером, как профессионал, вместе с нашим тренером занимался подбором игроков. То есть проанализировать огромное количество ребят, кто способен, кто не способен, кто сильный, кто слабый, кто стрессоустойчивый. Это большая работа. Иван Печников с ней справился очень хорошо. Наших спонсоров, которые нам тоже помогли, в том числе и на выезде туда, на универсиаду, чтобы ребят себя не чувствовали, потому что, понятно, у каждого есть свои пожелалки, какие-то расходы. Нам с этим помогли. Это подаль Станислав, огромному спасибо за это. Это в совокупности вот эта вот работа команды Большой Рязани, она помогла нам выиграть. Этот дух, этот заряд, очень много звонков, очень много переживаний. И честно скажу, что такое ощущение, что как болели перед телевизорами наши рязанские болельщики, да и вообще вся Россия, было слышно там в Испании, в Гранаде. Потому что я ребятам передавал этот заряд, старался, вот эти звонки подстегивали ребят тоже из их родины, подстегивали играть хорошо. Универсиада выиграна, это действительно серьезный результат, тем более, что первый раз в истории выиграна универсиада и женской нашей сборной по хоккею, и мужской. За женскую так и косвенно я тоже отвечал, хотя там был администратор, но косвенно тоже за женскую сборную я отвечал. Это огромная победа, на самом деле. Ну что ж, сезон завершен, но не совсем в это воскресенье, насколько я понимаю, в Ледовом дворце опять большой хоккей. Да, большой хоккей, у нас приезжают наши звезды, будут играть с НХЛ, с нашей ночной хоккейной лигой. Прошу всех наших телезрителей, всех болельщиков прийти, поддержать, поболеть, ну и, конечно, посмотреть на наших звезд. Нужен обязательно полный Ледовый, для того, чтобы те гости, которые к нам приедут, это наши звезды Советского Союза, все, Мышкин, Якушев, Касатонов, Макаров, Каменский, там... Все наши звезды, поэтому вход бесплатный, пускай наш болельщик приходит, смотрит на красивую игру и фотографируется с нашими звездами. Спасибо. Президент Рязанской областной федерации хоккея, депутат областной думы Андрей Глазунов. На хоккее встречаемся в ближайшее воскресенье в 17 часов. Это была программа подробностей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин